МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бивикова. Сегодня мы расскажем. Каким выдался осенне-зимний период для служб города и районов? И что будет сделано в этом году в рамках программы «Комфортное жилье?» Оздоровительный сезон 2018. Готовятся ли детские лагеря встретить маленьких гродненцев? Во главе угла любовь и взаимоуважение. В Гродно выбирали семью года Октябрьского района. Спортсмены детского сада. В Гродно прошла дошколяда по гимнастике среди детей дошкольных учебных заведений Ленинского района. Дом без насилия и рукоприкладства. В Гродно проходят мероприятия, посвященные предупреждению и профилактике домашнего насилия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, системы подачи тепла в прошлом году заработали 3 октября. Завершился отопительный период 11 апреля. На протяжении всех этих месяцев была обеспечена устойчивая безаварийная работа учреждений социального профиля, культуры и здравоохранения, как и в самом городе, так и в его районах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Районы все приложили максимум усилий и организованно подготовили все теплоисточники, весь жилфонд к отопительному периоду. В принципе, все мероприятия были выполнены в полном объеме. Частично не удалось выполнить задания по оснащению жилых многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, а также системами автоматического регулирования тепловой энергии на отопление в городе Гродно и пяти районах области. Самыми проблемными в этом отношении участками на сегодняшний день являются Волковыский, Слонимский и Сморгонский районы. Председатель Гродненского облсполкома Владимир Кравцов поручил детально разобраться в причинах невыполнения поставленных задач и в срок до 1 августа текущего года предоставить план по урегулированию ситуации. Также в ходе заседания наметили планы на предстоящий отопительный сезон. В планах замена тепловых сетей организация ЖКХ в объеме 95 километров и Гродно Энерго в объеме более 17 километров. Заготовка, опять же, древесного топлива на котельных, использующих местные виды топлива, заготовка мазута, ну и подготовка всего котельного оборудования к прохождению отопительного периода. Ну и, соответственно, дорожные службы будут выполнять, готовить необходимый объем, тоже доведен задание по песчано-соляной смеси, ну и зимние сорта топлива тоже должны быть поставлены в ноябре месяце на все АЗС. Что касается непосредственно города, работу ответственных служб в осенне-зимний период 2017-2018 года оценили как удовлетворительную. Тем не менее, были выявлены и проблемные моменты. Так, серьезную озабоченность сегодня вызывает износ и повреждение тепловых сетей. Особенно остро этот вопрос стоит на улице Сухамбаева, бульваре Ленинского Комсомола и микрорайоне Фолюш. К слову, на БЛК и Фолюше уже ведутся необходимые работы по устранению недостатков. Аналогичные работы пройдут по улицам Белуша, Пестрака, Озерском шоссе и на других участках. Ежегодно в городе прокладывается более 18 километров тепловых сетей. По заверениям специалистов, в текущем году в Гродно будет проложено еще более 19 километров. Приближается лето, любимая пора всех школьников. Вопросу занятости и оздоровления детей в каникулярный период в нашем городе традиционно уделяется большое внимание. Так, в этом году более 16 тысяч маленьких гродницев оздоровится в круглосуточных, дневных и пришкольных лагерях, что на 46% больше, чем в прошлом году. Оздоровление детей в режиме круглосуточного пребывания планируется организовать в пяти стационарных лагерях. В текущем году уже на сегодняшний день началась подготовка лагерей, подготовка материально-технической базы, начался подбор персонала. Во всех стационарных оздоровительных лагерях уже созданы комиссии, созданы строительные бригады, которые работают. Поставлена задача к 25 числу лагеря подготовить. И первая смена у нас начинается с 4 июня, чтобы принять деток и обеспечить им безопасные условия пребывания, в том числе и в отношении санитарно-технического состояния. В этом году в рамках темы оздоровления детей в летний период проводится широкомасштабная рекламная кампания. Информация о том, где, как и почем можно отдохнуть, транслируется в общественном транспорте, на бигбордах и в рекламных буклетах. В дополнение к этому уже через несколько дней на праздновании Международного дня труда 1 мая пройдет выставка, посвященная летнему оздоровлению детей. Ребята вместе с родителями смогут познакомиться с предложениями лагерей и выбрать тот из них, который на целую смену станет для ребят настоящим домом. В Гродно определили самых спортивных и выносливых детей дошкольных учебных заведений Ленинского района. Дошкаляда «Сто шагов к олимпу» проходит в нашем городе уже второй год подряд. На этот раз в ней приняли участие 70 ребят из 34 детских садов Ленинского района. Основная цель мероприятия – заметить самых талантливых и спортивных детей и вырастить из них настоящих гимнастов. Подробности в репортаже Аллы Внучко. Четкая координация, прямая осанка и, самое главное, воля к победе. Все это в Дарье Анищик сначала увидели родители, затем и руководитель физического воспитания Ясли Сада. И хотя спортивные состязания между дошкалятами только начались, судя по всему, в случае с Дарьей не прогадали. Мне нравится бегать. Я люблю заниматься спортом, потому что вырастить здоровое. Прыжок в длину с места, качание пресса, челночный бег. Всего 10 несложных тестов и сразу понятно, кого из этих детей нужно отдавать в спорт и с кем пора срочно начинать тренировки. К слову, кто отправится на это спортивное мероприятие, решали руководители физического воспитания дошкольного учреждения. Из всех детей пятилетнего возраста, посещающих Ясли Сад, необходимо было отобрать всего одного мальчика и одну девочку. Было очень сложно выбрать детей, потому что, на наш взгляд, еще были и другие дети, которые могли бы прийти сегодня. Но дело в том, что только нужно было выбрать два человека. В итоге выбрали Екатерину и Никиту, потому что проявили себя в ловкости, в быстроте, в выносливости. И болеем за наших, и надеемся, что победят. Как утверждает директор с Дюшор номер 3 Сергей Кушниров, проблем с набором детей для занятий спортивной гимнастикой не было и нет. Был вопрос, как привлечь лучших. С этой целью и начали проводить спортивный праздник. Дошколяде «Сто шагов к Олимпу» на этот раз принимают участие более 70 ребят. Будут хорошие результаты – ребят обязательно заметят. Заданные антропометрические данные ребенка, рост, вес, чтобы руководитель физиспитания знал, что нужно. И они, в принципе, в течение полугода готовятся у себя. Десять тестов, те, которые сегодня доступны, которые сегодня направлены на развитие гибкости, скорости, ловкости. То есть те, которые есть в программах детских садов. Специалисты утверждают, около 75% успеха в спорте зависит от генов – внешность, характер, способности. Но зачастую олимпийский пьедестал покоряется вопреки ожиданиям и генным предсказаниям. Поэтому при выборе молодых и талантливых мальчиков и девочек тренеры-преподаватели руководствуются не только генной методикой, но и опытом, интуицией. Мы деток просматриваем для того, чтобы отобрать их в секции по спортивной гимнастике. Соответственно, самых способных, быстрых, ловких, с координацией хорошей. Ну, допустим, на моей станции мы просматриваем скорость движения, силу рук. Приезд тоже должен быть хорошей координацией движения. Есть такие дети, что немаловажно. Ну, как бы хотелось бы, конечно, чтобы таких детей было побольше. Второе спортивное мероприятие в нашем городе и вновь среди участников исключительно Дашкалята Ленинского района. Но, как утверждают организаторы, эксперимент себя оправдал. А значит, не исключено, что к участию в Дашкаляде вскоре подтянутся и воспитанники детских садов Октябрьского района. Алла Внучко, Агаджан Батырджанов, Новости, Гродно Плюс. Распространенная присказка о том, что в семейных отношениях доказательством любви может служить рукоприкладство, давно из разрядов народной мудрости перешла в статус сомнительных архаичных изречений. Сегодня на жалобы женщины в домашнем насилии уже никто не рискнет произнести «бьет, значит, любит». Постепенно домашняя тирания и рукоприкладство из неизбежного, но терпимого явления превращается в то, чем и должна быть преступление. И хотя каждый знает, что бить другого нельзя, в одном только Ленинском районе за первый квартал 2018 года зафиксировано более 400 сообщений о фактах семейных скандалов. Наиболее злостные нарушители правопорядка и спокойствия в доме попали под действие уже не административного, а уголовного законодательства. За это время возбуждено 13 уголовных дел по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Как говорят правоохранители, усредненный портрет главного действующего лица домашнего скандала с последующим привлечением милиции довольно типичный и чаще отягощен пристрастием к алкоголю. Возраст – это около 35-40 лет. Разведенная, но проживающая и зачастую ведущая совместное хозяйство. И один из супругов злоупотребляет спиртными напитками. К сожалению, имеются факты, когда даже женщины ступают на такой противоправный путь и допускают такие факты. Таких нарушителей погоды в доме пригласили на профилактическую беседу с милицией, прокурором и психологом. Это те, кто более двух раз отсиживал за домашние скандалы, превратившиеся в побои. Подавляющее большинство таких домашних агрессоров – именно мужчины, хотя изредка и дамы проявляют себя тиранами с уголовными склонностями. Впрочем, белорусский закон имеет в себе определенные рычаги воздействия. Есть такой механизм воздействия на семейных агрессоров, как защитное предписание, вносится руководством ОВД, то есть милиции. Есть ряд требований и запретов, которые применяются в отношении данных лиц. Первое, прежде всего, самое главное, на мой взгляд, это требование покинуть место жительства потерпевшего сроком до 30 суток. Запрет на установление местонахождения потерпевшей стороны, запрет на всевозможные контакты, в том числе посредством мобильной связи, посредством интернет-связи. Нарушение такого защитного предписания обернется совершенно реальными проблемами с законом, вплоть до лишения свободы. Часть правонарушителей, привлеченных за домашнее насилие, даже не готовы признать себя виновными, считают себя правыми и иногда даже стараются представить жертвой именно себя, оправдывая свои неблаговидные поступки привычными словами о провокации со стороны женщины. Однако есть и те, кто осознает свою проблему с контролем агрессии и ради сохранения семьи они ищут помощь. Для таких в Гродно существует так называемая комната для работы с мужчинами-агрессорами. В этой комнате проводятся периодические занятия по программе специфической. Это национальная модель комплексной работы с мужчинами-агрессорами. Этот опыт был перенят из Великобритании и адаптирован под условия Беларуси. И эта программа себя зарекомендовала. Также и для пострадавших от домашнего насилия женщин в Гродно существуют кризисные комнаты, где жертва может провести определенное время в безопасности и с помощью специалистов решить, как действовать в дальнейшем. Семейным ценностям и в целом укреплению имиджа Института семьи в стране уделяется большое внимание. И уже доброй традицией стал конкурс «Семья года», где в творческих состязаниях семьи борются за звание лучшей. В очередной раз лучшую семью выбирали в Октябрьском районе города Гродно. Семья Абуховских, как из стихов. Красавица-мама, папа, глядящий на нее с обожанием, два сыночка и лапочка-дочка. На конкурсе «Семья года» Октябрьского района они защищают честь не только своей семьи, но и средней школы номер 39, в которой учатся двое старших сыновей. Мама Ольга признается, что на предложение принять участие в этом конкурсе откликнулась с радостью. Им есть что показать, и кроме того, они хотят доказать, что много детей в семье – это весело и совсем не так трудно, как кажется со стороны. Я считаю, что это какой-то у нас стереотип сложился, что многодетная семья, тем более семья из Ольшанки, это какая-то не очень благополучная семья. Мы своим премьером хотим показать то, что опровергнуть даже этот стереотип, что мы достойны. И Ольшанка наша также достойна всего хорошего. И дети там учатся очень хорошие. Малышка Оля еще ходит в детский сад, но уже сейчас можно смело сказать, что она – натура творческая. И подготовка к конкурсу доставила ей большое удовольствие. Мы умеем танцевать, петь. Наша семья называется Обуховская. Районный этап конкурса начался с выставки, на которой семьи должны были максимально подробно рассказать о себе, чтобы у жюри сразу же сложилось понимание и впечатление семьи конкурсантки. Как на яркой ярмарке, стенды участников привлекали внимание, и глаз было не оторвать от тех вещей, что своими руками создают члены семей. Здесь же рядом многочисленные дипломы, демонстрирующие успехи и достижения детей, которых признаются родители, они смогли принести только малую часть. Удивляли и кулинарными шедеврами, которые, впрочем, в этих семьях привычные гости на столе. Самопрезентации тоже получились неординарными. Семьи показывали клипы, пели песни о своей семье собственного сочинения, устраивали прямые репортажи о своей жизни. Словом, жюри уже в первом конкурсе было понятно – легким этот выбор не будет. К торжественности конкурсу добавила вручение звания и почетного ордена матери Ольги Провиловой. Она родила и воспитала пятерых детей. Сама героиня призналась, что одного ребенка воспитывать сложнее, чем пятерых. А главное – это помощь и поддержка папы. Папа – это обязательно. Потому что, если мама счастлива, если мама довольна, то, а довольна мама чаще всего благодаря тому, что ее уважает папа и любит папа, соответственно, и семья тоже будет и счастливой, и довольной, и все у них будет благополучно и хорошо. В регламенте состязаний еще несколько конкурсов, среди которых социально значимый проект. Каждая семья представила на суд-жюри свои проекты. Здесь и варианты по помощи бездомным животным, и по поддержке больных детей, и многое другое. Впрочем, стоит отметить, что свою активную и социально значимую деятельность каждая семья вела задолго до участия в конкурсе. Это мероприятие проходит в канун 40-летия празднования образования нашего района. У нас в районе проживает 2621 многодетная семья. И сегодня на этом празднике 6 семей многодетные соревнуются, какая лучшая семья. Но я хочу сказать, что все они лучшие, потому что они вырастили прекрасных детей, их воспитывают для того, чтобы они стали достойными гражданами нашего города и нашей страны. Цель таких конкурсов – не соревнования само по себе. Это возможность показать и рассказать о семьях, в которых воспитывается 2, 3, 5 детей, и которые живут полной, яркой жизнью, дружно и счастливо. Победителями конкурса стала семья Пицком, представлявшая среднюю школу номер 38 города Гродно. Галина Амбража и Аланта Будила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. Тепло, функционально, экономично и при этом очень красиво и стильно. Именно так становится в доме, где установлены окна фирмы «Теразит». Эта компания уже больше 15 лет на Гродненском рынке и за это время приобрела репутацию надежного и честного партнера. Долгое время офис по адресу Горького, 91, был открыт для посетителей и покупателей. Теперь, говорят в компании «Теразит», настало время перемен, конечно, к лучшему. И уже завтра, в субботу, 28 апреля, в 14.00, состоится открытие обновленного магазина. Теперь ознакомиться с продукцией компании, получить исчерпывающую информацию от профессионалов и выбрать окна и двери, идеально подходящие именно для вашего дома, можно будет в обновленном уютном магазине по уже известному адресу – Горького, 91, в областном центре. По случаю открытия обновленного магазина посетителей ждут приятные сюрпризы, подарки и скидки. Обновленный салон окон и дверей, в котором наши дорогие жители смогут увидеть не только обычные окна из поливинилхлоридных профилей, не только двери из алюминиевых профилей, а еще много интерьерных решений, которые мы в состоянии предложить нашим жителям. Не пропустите! В рамках проекта «Куклы без границ» на сцене Театра кукол с 28 по 29 апреля пройдут гастроли Львовского театра. Украинские кукольники привезут в Гродно три спектакля – «Божественная комедия» и «Гамлет» для взрослых и спектакль для детей «Тато отважный». И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. Хорошая новость для тех, кто любит музыку. В приложении МТС-Мьюзик вы можете слушать музыку онлайн, но не тратить на это мегабайты. Интернет-трафик в приложении бесплатен. 20 миллионов композиций, новинки и хиты всегда будут с вами. Попробуйте! Первые 30 дней сервис бесплатен для пользователей. Заходите на сайт music.nts.by, чтобы узнать подробности и скачать с вами. Также вам расскажут про сервис МТС-Мьюзик в ближайшем салоне МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова